Привет, интернет! Мы продолжаем наш цикл программ. Мы придумали интересное такое. Это вообще понять, кто есть, кто у нас вообще на нашем казахстанском телевидении. Почему? Потому что огромное количество людей, за исключением ведущих, они находятся за кадром. И сейчас мы находимся вот в такой боевой обстановке. Ну вот вам тут не видно, но на самом деле тут вот сейчас студия, в которой куча народу сейчас начинаются съемки программы. Тут мимо лестница, все бегают, прыгают. Ну мы вот именно в такой рабочей атмосфере будем это снимать, ну потому что это телевидение, тут вот так все делается. И с нами сегодня Каянин Дмитрий. Дмитрий, что вы делаете на казахстанском телевидении? Как это правильно называется? Вот давайте порассказывайте еще. Ну я режиссер эфирного промо. Режиссер эфирного промо, продвижения. Ага, вы вот по-русски, пожалуйста. Мы просто вот давайте исходить из того, ну мы не для бабушки делаем, но мало кто знает, да? То есть что такое, ну вот объясняйте, что такое эфирная промо? Эфирная промо это продукты, продукт, который 31 канал предоставляет телезрителю. То есть мы должны его продвинуть. Так же как рекламный отдел, к примеру, занимается продвижением рекламодателей, их роликов, их продукции. Так же мы продвигаем свою продукцию. То есть условно говоря, я так понимаю, это вот какие-то заставки, которые там скоро смотрите на 31 канале. Так точно, заставки, анонсовые ролики, трейлерные ролики. Ну и собственно здесь немного понятия еще шире можно выдвинуть, как не эфирная промо, тоже касаемся. То есть билборды, баннеры по городу, какие-то дисплеи и так далее. То есть фактически вы двигаете 31 канал, ну вот где только это возможно. Это вот существует такой на каналах оказывается отдел, который продвигает. А как давно вы вообще на телевидении работаете, Дмитрий? На телевидении я работаю с 2002 года. Ага, ну это по скромным подсчетам 11 лет уже, да, получается. И как вот вообще пришли, почему телевидение? Ну, собственно, у меня вообще все странно получилось, образование у меня экономическое. Ну правильно. Вот, но так получилось, что по профессии не получилось устроиться. Вот, и, ну, услышал, что есть место. Я пришел работать сначала на радио 31. Ага, вы с радио, да? Да, с саунд-инженером. И там появилось мне, ну как-то я уже точно не помню, через знакомых и так далее. И предложили, ну, интересно, радио, телевидение. Слушайте, ну саунд-инженер это же такой уже протехнический, да, какой-то такой товарищ. А вы экономист, как вот у вас диссонанса? Я до этого просто занимался аппаратурой, я диджеем работал. Вот, с этой аппаратурой знаком был. Программки все на компьютере и так далее, все мне было знакомо. То есть вы уже изначально были такой вот уже такой творческий, творческо-технический, да, товарищ? Да, можно сказать так. Ну, образование так как, ну, куда пошел, куда пошел. Нет, ну это там, да, папа с мамой, наверное, там сказали, что... Ну, отчасти да. Ну, и, собственно, там, куда получилось. Ну, окей. И, а потом на телевидении, вот, какие вы прошли стадии, да, вот, с чего начинали на ТВ? На ТВ, ну, после радио у нас получилась странная штука. Открылась вот именно эфирная промо тогда, его не было. И вот именно при мне оно открылось. И поскольку я владел и монтажными программами, и видео, и аудио, мне предложили пойти туда видеоинженером стать. Вот. И, как бы, странно почему, потому что видеоинженер, который сидел на радио, я находился. Ну, да, это вот, там же видео, по-моему, нет уже на радио. Там нет, только звук. Ну, вот, так получилось, что это привязали к радио. Вот. И, собственно, с этого в телевидении и пошел. Дальше работал, ну, отдел промо начал расширяться. Потом получилось так, что я перевелся у нас в Муз-канал. Раньше мы находились на Абая Уэзова. Да, 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 я помню, вот тот офис знаменитый. Это, по-моему, один из первых, да, офисов на Абая Уэзова. Да, очень давно он там, да. И еще Неля Тургимбаева там, по-моему, еще даже работала. Я вот вспоминаю, я просто мы это... Неле, привет, если вдруг увидишь. Вот. Вот, находились там, начали расширяться потихоньку отдел промо. Ну, потом, как бы, совершенствовать, ну, решил совершенствовать свои знания. Пошел на Муз-канал. На Муз-канале это, то есть, более расширенная уже работа. Не просто видеоинженер. Нарезал, отрезал, подставил. Это было, то есть, это уже работа с пультами эфирными, запись в студии ведущих и так далее. Где-то уже применение графики. Это прямые эфиры, да, уже вы работали или нет? Эфиров тогда прямых не было. Это все в записи было. Эфиры не так давно прямые пошли. Ну, мы пытались, но на самом деле, где-то аппаратура сначала не позволяла. Где-то боялись, может быть, что, ну, прямой эфир есть прямой эфир. Ну, да, там, сапер ошибается один раз, да. Вот. И Муз-канал, потом с Муз-канала у нас освободилось место, это год, наверное, 2006-2007, освободилось место на канале дизайнера. Я пошел в дизайнера. Слушайте, ну, вот легче, наверное, сказать, чем вы не занимались, да, на 31-м канале? Водителем не были? Водителем на канале нет. Ну, я до этого в охране работал. Кайф, кайфно. Слушайте, ну, вот такой вопрос. Вот с вашей точки зрения, вот вы каким видите сегодняшнее вот наше ТВ? Потому что, ну, вот интересно ваш взгляд как бы услышать, потому что вот вы его видите же изнутри, да, как-то так. То есть каким-то, ну, я вот думаю, за 10 лет вот уже с ума 11 работают на телевидении, да, как-то взгляд преломляется. Вот сегодняшнее наше телевидение, это вот вообще что? Имейте в виду в общем. А вот, ну, да, вот ваша картинка, вот как вы его видите, как вы его чувствуете? Ну, наше телевидение, это, ну, наверное, не так давно оно вошло в стадию развития. Потому что раньше мы как бы не было конкуренции, то есть каждый канал занимал свою нишу и сидел, его устраивало. Но не так давно, я не знаю, наверное, в районе 4-5, может, лет, может, чуть поменьше, пошла вот эта, ну, может, конкурентная штука. Она уже борется за своего зрителя. И, собственно, поэтому, так же, как у нас сейчас начало развиваться свое производство, именно не просто там новости, скажем, а мы уже начали запускать свои проекты. Так вот наш умевший проект Базарбаева, допустим, он очень хорошие доли взял. И, ну, я думаю, что все-таки сейчас канал, который не имеет своего производства, то есть сериалы, допустим, какие-то ток-шоу и так далее, и так далее, то, я думаю, он не будет конкурентно способен. И поэтому сейчас все каналы, они вот пытаются открыть свое производство, именно не покупать у кого-то там, не у Запада, не у России, а свое начать делать. И, собственно, очень интересно встает, получается. То есть вот сейчас получается такое время, да, когда на телевидении работать становится все интереснее и интереснее. Все интереснее и интереснее. Потому что каналы вступили в конкурентную борьбу и начали уже шевелиться, причем так это уже по-серьезному, да, как бы окей. И вот ваш отдел, который, я как понимаю, вы возглавляете, то есть вы как раз, получается, продакшн, да, вот этот вот, то есть как этот вот, ну, сколько у вас там народу работает? Продакшн именно занимаются производством видеопродукции. У нас два дизайнера. Это вот заставки, всякие флеш-анимации. Да, заставки флеш-анимации, вплоть до, у нас очень широкий профиль, то есть и полиграфия. У нас специалисты работают широкого профиля. Если он дизайнер, то он может работать видеоинженером. Не всегда может быть видеоинженер может работать дизайнером, но дизайнер может видеоинженером работать. Ну, к примеру, то есть мы взаимозаменяемые. У вас такие широкие спецы, получается. Два дизайнера, два видеоинженера, два продюсера эфирных. А вот продюсер эфирный, это что такое, Дима? Я просто правда профан в этом, то есть что-то такое. Эфирный продюсер, это, ну, собственно, у нас, наверное, немножко понятие режиссера расширили. Режиссер, который пишет сценарии, на те же, ну, если возьмем наш отдел роли, к примеру, да, анонсовый ролик нужно на фильм, его нужно отсмотреть, придумать интересный текст, интересную заманушку, какую-то фишечку, чтобы люди увидели и сказали, может быть, не всегда, к примеру, фильм какой-то интересен, да, но мы сделаем анонс так, что человек посмотрит этот фильм. А кто вот это, вот это же действительно, вот сейчас до меня доходить потихоньку начинает, то есть это же супер, такая ответственная, скажем, работа, да, потому что фактически вы ловите вот внимание действительно зрителя, потому что если ты ему дал этот ролик, там, билборд, там, такой правильный, с таким правильным месседжем, он действительно потом будет ждать, когда это будет в эфире и все. Кто это все придумает? Это вот эти вот продюсеры придумывают? Вот это продюсеры и придумывают все, то есть у нас вот два эфирных продюсера, которые непосредственно... То есть, ну вот у вас написано, что вот вы эфир, режиссер... Да, а продюсеров это вот сейчас, это другие люди, да? Это другие люди, да. То есть, у них немножко расширены, расширили их обязательства. Я как режиссер, ну то есть, я также могу работать и видеоинженером, и тем, и тем, и тем, то есть, мажем, красим, да. Ну, вы такой широкого профиля, многостаночник такой телевизионный. То есть, если прямая обязанность режиссера именно, ну, только написал текст, к примеру, откодировал и все, то в обязанности продюсера эфирного входит, то есть, он может поехать, если он написал ролик, к примеру, ну, съемочный, то есть, он поедет и на съемки с оператором, он сделает как режиссер постановку кадра, он сделает постановку сцены, где это будет сниматься. Ну, собственно... Человек, который уже такой, в общем-то, принимает решение, да, я бы так сказал. То есть, вот у него, в общем-то, конечное слово. То есть, над ним фактически, ну, его может там какой-нибудь только потом худсовет зарубить, там уж совсем, да, вот, окей. Ну, вы вышли вот из той школы, да, постсоветского вот этого телевидения, когда там люди занимались 7, да, могли саунд диджея поставить там, видеоряды делать, это понятно, мы все учились там понемногу, А сейчас вот где учиться, вот, приходят молодые люди, да, вот, допустим, на телевидение, да, то есть, им где по сценарию нужно учиться? Ну, в основном по сценарию это приходят люди, в большей степени, наверное, журналистов, приходят, потому что... Ну, журналистам надо на журфаке учиться, это мне понятно. Нет, а вот всяким вот этим технарским штуковинам... Академия кино-телевидения. У нас есть такая? Да, у нас Академия Ленина-Сатпаева находится. Это бывший кинотехникум, что ли? Бувший кинотехникум. Ну, сходи, прости, да? Нет, да, да, сейчас это Академия кино-телевидения. Прикольно, нет, ну, просто как-то так с техникума сразу в Академию, ну, такой взлет, да, карьерный. Ну, хорошо, то есть там фактически готовят у нас вот техкадры для ТВ, правильно? Вот, окей, и такой еще вопрос, а вот молодежи пожелаете вообще вот приходить работать на телевидение? Ну, вот, оглянувшись вот так вот 11 лет, как говорится, на свой вот опыт работы, да, вы же пришли тоже, сколько вам лет было, когда вы пришли на ТВ? После института 21-22 года. Ну, совсем молодой там товарищ, то есть, вот сейчас молодежи стоит идти на телевидение? Ну, во-первых, если брать с моей стороны, то, конечно, стоит это все интересно, да, посмотреть, так скажем, из-за кадра на все. Но и в большей степени, в большей степени это зависит от человека, то есть, тяготеет он или нет. Потому что, если человеку не нравится вот эта вся кухня, да, то есть, все, может быть, думают, там, посмотрят телевидение, 31-й канал, работаете, ох, нифига, круто и так далее, то, на самом деле, да, здесь не всегда сыр с маслом, да, с икрой, вот. Бывает такое, что и завалы, просто ты сидишь и думаешь, блин, что же делать, что же делать, и настолько мозг перегружен. Мне кажется, можно так вообще сказать, что вот на телевидении нету как такового вот этого хронометража, да, что вот я пришел с 9 до 6 отработал, там постоянно вот этот рваный график, и постоянный, ну, вот ваш рабочий день, вот сколько часов длится? Ну, официально это с 9 до 6. Ну, а по факту? От нас, конечно, требует приходить 9, что мы и делаем, но в 6 мы не уходим. Такого не получается? Нет, вот сейчас идет завал у нас, ну, рекламщики на нас повесили акцию рекламную для рекламодателей сделать некое мероприятие красивое, презентовать канал, скажем. И вот на этих выходных мы полностью провели на работе, но я думаю, пока мы не запустим эту акцию, мы будем, то есть уходим в 9, в 10, и плюс мы на выходных здесь еще... Получается, что можно так сказать, что на телевидении ты со своей личной жизнью, в общем-то, можешь немножко как бы распрощаться. Вы женаты вообще, да, по кольцу? Ну, как семья смотрит на ваше вот это дежурство? Ну, бывают, конечно, конфликты с женой, бывают. Что говорит? Ну, почему поздно и так далее. Ну, хорошо, что она у меня человек очень... Ну, она понимающий человек. Поначалу, конечно, что-то спрашивала, но потом поняла, что, собственно, мне это интересно, это наш хлеб. И она сказала, ну, ладно, хорошо, если нужно, ну, постарайся не задерживаться, а так? Давайте чуть-чуть, Дим, поговорим. Вот молодежи, опять же, да, то есть очень интересно, ну, наверное, все там стремятся в кадр попадать, да, там, ну, вот часть молодежи, да, она вся хотят, хотит стать звездами, это понятно, да? То есть, а вот у технарей, насколько вообще какие-то денежные планки, то есть, да, вот сколько зарабатывают технари? Мы сейчас не будем там раскрывать какие-то суперкоммерческие секреты, но хотя бы по каким-то параметрам, да, вот технари вашего уровня, да, с таким стажем, вы же уже там, ну, вот все можете, все умеете, да, то есть, ну, примерно о каких вообще деньгах там может идти речь вот на таком уровне, да, там, вот уровень продюсера, да, вот, то есть, хотя бы там пару штук-то получают они на телевидении? Сумму называть не буду. Нет, ну, порядок. Скажу, что пару штук не получают. Пару штук не получают. Ну, вот, это хорошо уже, это уже что-то понятно, то есть. Ну, если взять, допустим, с человеком популярным, да, не будем брать ведущих новостей, передач каких-то, да, Это вот, не, вот самые крутые вообще кто считаются вот на телевидении люди? Ну, самые... После директоров каналов, да, то есть, понятно, кто там на деньгах сидит. Самые крутые, ну, вообще это считаются специалисты, внутри коллектива считаются специалисты, но со стороны обывателя простого получается, что самые крутые это вот и есть самые ведущие. Ведущие, да. А по телевизионным, как бы, понятиям это не так получается? Ведущие, ну, это нет, получается не так, просто ведущие, конечно... Ну, вот он ведущий заходит, ему же тут... Ему все, то есть, вот так же, как вы, да, мне нужно ему петличку, его нужно, то есть, вот у нас здесь сидят макияж и так далее сделать, то есть, без специалистов ведущий только это, ну, чтец, да, скажем, и то, получается, не всегда они сами себе тексты пишут. То есть, бывает такое, что им пишут тексты, он сел, просто ему нужно, он, лицо, его нужно преподать. Хорошая дикция. Да, обязательно. Ну, это вы говорите, когда новости читать. А вот, допустим, если он уже там в ток-шоу в каком-то, ну, там, все-таки, как ни крути, там, какие-то уже непредсказуемые вещи-то уже начинают происходить. Ну, мне кажется, потому что откуда ты знаешь, что тебе гость этот выдаст сейчас? Да. Не, ну, так же получается, там, пришел чел, вот он всю жизнь мечтал сказать это в эфир, да, ну, я, ну, не в эфир, в смысле, ну, в запись, да, но вот он взял это и сказал, и там же создается вот эта иллюзия вот этого... Ну, здесь, да, конечно, тут уже человек должен быть, то есть, не может быть так, что если это, ну, к примеру, что вы привели пример ток-шоу, да, человек не может прийти без опыта, да, сесть, этот человек перед этим должен отработать, там, как минимум в новостях, да, потом, ну, и так же подниматься вверх немножко, чтобы... Сколько времени нужно, чтобы подняться до приличной такой какой-то прикольной хорошей позиции на телевидении, ну, вот, вот по вашим ощущениям, чтобы человек, как такую, знаете, набрал такую телевизионную силу, скажем так, вошел в такую, в ТВ-силу, ТВ-пауэр, вот. Ну, я думаю, порядка пяти лет, наверное. Пять лет, да, то есть, вот, дорогие друзья, вот, там, молодежь сейчас посвящается, да, ну, мне кажется, это вот в любой профессии так, Дим, то есть, мне кажется, хорошим инженером с опытом, там, ты тоже тысаешь через пять лет, хорошим рекламщиком ты станешь, как минимум, там, через пять лет, хорошим строителем ты станешь через пять лет, ну, и телевидение, да, ну, ну, а что, ну, ну, то же самое получается. то есть работа какие уникальные вот по-вашему отличие вот допустим работы телевизионщика от прочих специальностей помимо ненормированного рабочего дня какие вот еще такие отличительные да в чем фишка вот ну во первых мы мешки не таскаем не на лопате получается кнопочки нажимаем как называют то есть можно отнести может отчасти как называют офисный работник вновь скорее все белосиние воротнички да вот такие воротнички такие с синим отливом потому что не потому что бухаете да в смысле а вообще выпивают вот я слышал слушайте ну мы сейчас не за ваше телевидение говорим а вот вообще от тенденции я вот знаю что ребята да вот которые вот операторы на пультах они так это частенько поддают ну вот я не буду называть канал я просто пару раз был на записи да то есть и когда мне вешал петличку этот чувак он у меня таким перегарчиком-то дыхнул вот это вечером было уже но я так понял что он пивасик это там точно приложил убывает конечно всякое но с этим на телевидении именно строго это может быть если какой-то осветитель да там может позволить себе что там собственно многое не надо уже фонари стоят дай ему выставить наперете же это классическая ситуация монтёра мечника да 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 вот смотрите сейчас мы мы сейчас пишем пишем диму и вот забежала девушка то есть она сейчас делает шоу да сейчас съемка да уже да она делает шоу а вас как должность называется ваша редактор это вот который вы говорили да как продюсер или нет или ну про дело это редактор рука в двух словах редактирует личности подбирает экспертов координирует саму программу прикольная работа работа классная все люблю все что я делаю чтобы я не делала все мы отпускаем редактора сейчас мы закончим и мы к вам пойдем это редактор вообще я так понял одной из функция редактора это вот вот это бесцеремонность да то есть такая это завалится в к ну а чё ей надо программу снимать мне у нее вообще своя свадьба да то есть короче дима толерантно с тем телевизионного алкоголизма ушел ну ладно хорошо то есть этим все нормально если не пьем не смысле не пьете да вообще не пьете не я вот просто совсем 6 лет не пью да то есть я потому что у меня работа тоже вредная очень часто бываю на мероприятиях там правда но это реально если пить там невозможно пить по чуть-чуть или вообще не пить ты сопьешься то есть надо или короче не пить вот совсем или вот я не знаю даже чуть или спиваться вот да вот ну ладно фиг с ним еще такой вот у меня интересный вопрос по поводу телевизионных технарей как правило мы можем сейчас нарисовать какой-то такой вот портрет вот это а это кто то есть как бы откуда вот больше приходят вот допустим вы пришли через диджеи ства через радио да там через sound вот зарулили до получается в тв а многие вот ваши коллеги вот повспоминать кто откуда там же много да там очень я знаю разношерстная компания дизайнер у нас дар главный дизайнер милиционер бывший далее он с этой сферы он пришел с художник он учился на художник а вот так что-то художник оформитель и по совместительству форму оформитель куда широкий спектр ходит то есть дизайн мебели и так далее вот он оттуда он через дизайнер да он собственно дизайнер но специфика немножко другая на телевидении но собственно вот пришел потом что ну наш эфирный продюсер он из колокон она 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 галя но у нее у нее тоже очень большой опыт она она работает не так давно по моему около пару месяцев у нас пришла но она и в москве работала но она поэтому по этой специальности двигалась не именно продюсерской а по телевидению остальные кто остальные шелпан это продюсер тоже она пришла и журналистики и журналистики да она пришла и журналистики сейчас получается что нужно немножко специфику сдвигать объяснять остальные все собственно все с телевидение ну как а с телевидения откуда они там взяли этого это интересно просто не думали наверно об этом я про нет просто я могу сказать как сюда я приводил у меня два три друга до которым просто вот потребовалась работа да я им они один он строитель инженер специальности чаще дело сейчас он видео инженер как нормально вену 2 но она она у него была еще специфика башенного крана да то есть но а там же похоже захожу вот эти штучки на родозе там это линейный монтаж а в основном не линейные в общем на компьютере мышкой собственно вот второе то есть работа вообще на из того классно они скорее беру ребята здесь неплохо в принципе можете получать да и работа сидите работаете вы постоянно в тепле и собственно мне был такой секрет небольшой мне было удобно они живут рядом со мной и они будут ездить на работу и меня тоже давать нормально да зато она еще и на работу за бесплатно ездить я ну здорово а дим прикольно интересно поговорили мы желаем вам мы вот будем делать такие короткие зарисовки небольшие со всякими многими многими людьми кто работает на телевидении и потом получится такой цикл программ что люди как бы увидят вот такой срез да то есть вот всяких всяких разных как бы людей мы вам желаем всяческих успехов всяческого роста на вашей кажется интересной профессии прибудет с вами сила спасибо вам удачи там и это